добро чужими руками домик для собачки артемона что-то нам везет в последнее время влипать неприятной истории то заказали препарату обманщиков вот теперь чуть людмила чернецкая не влипла на крупную сумму благо как бог отвел дважды откладывалась покупка стройматериалов для вольера артемона у нас сегодня мокрый снег с дождем так что доски не купили они все мокрые надо покупать сухие чтобы видеть ровно или нет а то высохнет а их потом перекрутит рассказал волонтер 6 марта с покупкой стройматериалов тоже пока все отлаживаться то я думала водитель поможет а теперь все некому машину как я поняла он делать не будет я осталась совсем одна только ждать влада он вроде бы как обещал приехать на недельку в мае но это у меня единственная надежда произошла другая случайность уже 12 числа так вот мы к чему по мере возможности волонтер инвалид занималась этим вопросом узнава цены скала рабочих все это очень подробно мы излаживали в прошлой статье и соответственно был такой ролик феврале с нами связала женщина которая заинтересовалась анастомона после разговора с людмила чернецкая и поняв что а он не то собака которую можно отправлять другую страну предложила сама опубликовать пост о том что мы хотим приюте любила чернецкая построить вольер инициатива была от нее после чего собственно мы и опубликовали следующую статью но и как для начала женщина дала 10 тысяч на закупку хотя бы стройматериалов выразила надежду что и другие читатели блога помогут в деле так как это явно недостаточно для постройки вольера и вот вечер людмила пишет следующее сообщение сейчас звонила женщина которая дала средства на вольер орала как потерпевшая кричала почему не построили вольер потребовала назад все я и завтра их отошлю я пыталась все объяснить но она обматюкала и сказала вернуть все она сказала что у них в москве за 10 она построила шикарные вольеры интересное я объясняю что строить некому было холодно она говорит зачем начинали когда собирались тогда бы и взяли отправьте говорит мне собаку я сказала приезжайте занимайтесь хотя бы оформлением документов на него это еще хорошо что материал не купили как вовремя у водителя машина сломалась а то еще бы и осталась должна коротко описала ситуацию волонтер в целом в ролике ранее выпущенном людмила чернецкая сама подробно все рассказала про этот очень неприятный звонок сейчас уже все вернули ей но она писала мол я все всем расскажу что не выполнили обещанного и тогда так далее серьезно так речь и шла изначально за начало строительства по теплому а уж точно не феврале в мороз одной женщины без помощников сейчас общалась вашей людмилой ничего не произошло артем он также сидит на цепи у нее видите ли нет помощника чтобы построить ему хотя бы маленький вольер мало того что она уверена что сидеть на цепи лучше чем вольере 2 на 3 метра и не надо мне говорить что я хочу сделать добро чужими руками за последние 25 лет я своими собственными руками спасала сотни животных это отрывочек и стирады на тему встань и сделать сейчас же так как я этого хочу но человек забыл что она была не со стороны этого проекта помощников не как не было такие нет а вот если бы кто-то приехал хоть раз в гвоздь убил она заявляет что он кусается и что в конце концов если она не способна его социализировать есть намордники исполнительные препараты говорит что он просидел на цепи восемь лет просидел еще ничего страшного это нормально я возьму и выложу все это посмотрим много ли найдется желающих ее поддержать а это уже отрывок из зорперы артем он должен быть моим таким людям не доверяют животных и дорогие мои вы забываетесь артем он вообще не собака людмилы и животное а животное соседки которого спихнули ей это чужая собака которая не слушается даже волонтера и угрожать не надо только никому как минимум это некрасиво потом она отрицала что ругала стенсивной бранью повышала голос на незнакомого человека сказала что инвалидность у женщины липова при этом проскальзывали гладкие словечки мы больше перед ней и ничем не обязаны и хорошо делать дела чужими руками легко быть директором стройки но никто не хочет сам запачкать ручки придут всегда нуждаются в помощи но не такой лучше сами будем как-то двигаться если это не от сердца то ребята не надо вы взрослые люди и все сами понимаете и